Здравствуйте, дорогие сельхозпроизводители, дорогие участники конференции. Мы рады видеть вас на 9-й соевой конференции. И раз вы уже в этом зале, то значит нет необходимости убеждать вас в том, что соя – великолепная культура, которую обязательно нужно выращивать. Поэтому сегодня мы сконцентрируем внимание на том, как возделывать сою рационально, чтобы при минимуме затрат получать максимальную прибыль. Вопросы до кальчика можно будет задать в конце конференции. Также в конце вы увидите прогноз ценно-масличный на 2025 год от Министерства, генерального директора МИХА. Ну а сейчас я хочу передать слово для приветствия организаторам этой конференции, Олегу Шириняну, президенту компании СОПА, и Виктору Антимову. Генеральному директору хозяйства МАЛЬТИ. Олег Минасататович, пожалуйста. Уважаемые гости, здравствуйте. Я очень рад видеть вас здесь. Это новая локация для нас. Мы, к счастью, выросли из того прокрустного ложа зала, который нам могут предоставить организаторы на ЮКАГРА. Поэтому мы приняли решение, исходя из количества желающих, исходя из того, чтобы вам было удобно, в новой локации провести нашу конференцию. И я думаю, что это будет наше постоянное место, за что я вам особо благодарен, что вы нас нашли. Хочется сказать о том, что наша сегодняшняя конференция, она организована совместно с нашими партнерами. Это всем известная компания из Абаяния «Артель». Виктор Антипов, ее учредитель и генеральный директор присутствует здесь. Я хочу сказать, что в этом году, ввиду известных обстоятельств, там не удалось провести совместный день поля, который мы готовили в Абаянии. И мы совместно приняли решение, так сказать, провести новый для себя формат. Это проект «Пять вечеров по Сою», который транслировался на наших телеграм-каналах. И был он, вся запись и вся организация этого процесса осуществлялась совместно с нашими коллегами из Аграбук. Я думаю, что многие из вас его видели. Если кто-то не видел, подойдите к нашим организаторам и даем вам ссылочку на, так сказать, ресурсы, где вы можете посмотреть все эти пять вечеров, по часу каждый посвященный. Разным аспектам выращивания сои, начиная от селекции, кончания технологии ее, технологии выращивания, защиты, питания и экономики ее, так сказать, возделывания и оборота этого сырья в нашей стране. Хочу пожелать вам всем удачной работы. Мы в этом году, наступив на горло собственной песни, выключили нашего спикера Александра Слухова только потому, из выступления, чтобы дать вам возможность позадавать место вопроса. И в конце, минут 15, насколько это нам позволит регламент, такой вот формат вопроса и ответа, потому что это вызывает всегда жилой отклик. Мы вам обещали во всех наших анонсах о том, что мы это сделаем, тем более связанная с технологией УПР, которую Юрий Антонович Калоний будет представлять, это директор Сибирского центра плодородия и семеноводства, ну и другие наши спикеры, которые, безусловно, являются экспертами каждой в своей области. Поэтому желаю вам успешной работы, нам. Спасибо большое, Виктор Валерьевич. После Олега Нацакановича тяжело выступать. Я рад, что мы здесь встретились. Вы знаете, Курскую область в этом году посетила все, что возможно. У нас в марте месяца было 29 градусов плюс, хотя должен был минус быть. В апреле у нас было немножко дождей 15 миллиметров, в мае 15 миллиметров. Правда, в июне и в июле выпала почти норма 45 миллиметров. Правда, они в июле 19 числа закончились и потом больше не начинались до конца октября. Ну и когда мы думали, что у нас уже все плохое закончилось, 6 августа к нам пришли гости, и поэтому у нас не случилось наше мероприятие, которое запланировано было на 30 августа. Я рад вас, что увидел вас всех здесь. Да, но это ничто не помешало нам все равно вырастить отличные семена. Знаете, так получилось, что отсутствие осадков, не было болезни, семена хорошие выполнены, влаги хватило, та, что была в июле. Да, и мы ее убрали без дождей, соя прекрасная. К тому же мы поставили новый фотосепаратор, у нас соя всю бы оставил себе, но надо на что-то жить. В следующий раз, когда мы будем проводить День поля, жду вас к себе, ну как, наверное, в 10 часов утра после войны. Рад вас всех приветствовать на нашей девятой конференции. Мое выступление будет в связи с жестким регламентом по верхам, но тем не менее, вкратце я освещу основные моменты. Это касается наших достижений за более чем 30-летнюю работу нашей компании. Соответственно, мы проанализируем с вами зависимость урожайности содержания белка в семенах, в том числе и на конкретных примерах. Ну и в конце немного коснемся стратегии выбора сортов. Компания «Совый комплекс» уже более 30 лет ведет в свою деятельность, и за это время сделано немало. СОКО вкладывает значительное финансирование в развитие нашей селекционной программы. Мы благодаря стараниям выдающегося российского селекционера Александра Васильевича Качегуры имеем самую масштабную селекционную программу в нашей стране. То есть он заложил эти основы, ну и сейчас, соответственно, успешно наша селекционная программа развивается. То, что у СОИ самое сложное, это один из самых сложных выходов – это процесс скрещивания. И, соответственно, если, скажем там, у некоторых, у большинства госучреждений вот этих семян F1 не более 100, то, соответственно, у нас это число уже который год превышает 1000. То есть генетическое разнообразие – это залог успеха любой селекционной программы. То есть мы включаем в программу скрещивания все, только самое лучшее, до чего мы можем дотянуться. Но не трансгенное. То есть вот самое большое табу для нас – это тоже использование только чистого от ГМО селекционного материала. Вот, соответственно, в 2024 году мы проводили оценку свыше 25 тысяч линий в 6 точках с разными почвенно-климатическими условиями. Ну, в связи с тем, что сейчас главный приоритет и соеводства, в том числе, как раз и акцент нашей компании – это центральное Черноземье, то оценка селекционного материала в центральном Черноземье вообще в 4 точках проводилась. Вот, ну и, соответственно, в общей сложности мы… Также у нас выстроена очень мощная система оценки наших сортов во всех регионах Соесения, как в России, так и за ее пределами. В этом году их более 70 было. Соответственно, чтобы предложить сельхозтоваропроизводителям, только самое лучшее, что подходит для их условий. Вот, соответственно, но центральным Черноземьем, конечно, не ограничено, то есть существуют еще другие точки роста, ну и, соответственно, мы вместе с вами постараемся максимально раскрыть их потенциал. В данный момент у нас включено в госреестр селекционных достижений 25 сортов. Вот, еще два проходят регистрацию, в том числе один совместно с Башкирским аграрным университетом. Вот, то есть у нас работа ведется с разными организациями. Мы сочетаем классические методы селекции с инновационными подходами, используем зимние питомники в Чили и в Китае для ускорения нашего селекционного процесса, освоим маркерную селекцию для более точной оценки нашего селекционного материала. Например, в прошлом году в Институте биотехнологии мы уже пробный шар запустили в выращивании двух поколений селекционного материала. Ну и в следующем году уже в рамках государственной программы ФНТП эта работа будет проводиться на более системном уровне. И в том числе, в первую очередь, будет упор сделан именно на маркеры с высоким содержанием протеина. Также мы активно сотрудничаем и с другими государственными учреждениями. Это Курский ФАНС, он также наш партнер по первичному семеноводству в рамках этой программы. Курский ГАУ, Институт цитологии и генетики Сибирского отделения РАН и некоторые другие. Ну и также мы ведем семеноводство во всех регионах Саисения на площади более 15 тысяч гектаров. И все эти наши сорта высокотехнологичны при выращивании, высокопродуктивны, не растрескиваются и в семенах накапливают повышенное содержание белка. На следующем слайде представлена информация по прогрессу селекции. Ну то есть все-таки тоже селекционеры не зря едят свой хлеб. И соответственно, здесь с моей точки зрения более корректная показана информация, потому что некоторые приводят урожайности в 80-е, в 90-е годы, ну и потом сейчас в нынешние. То есть чтобы вычленить именно вклад генетики, то есть эти сорта нужно посеять рядом. Вот в данном случае тут мы уже в течение 4-х лет эту работу проводим, и рядом на соседних делянках посеяно 3 сорта. Юг-30, то есть это сорт, он тоже выбран не случайно, это свой комплекс на заре своей работы, тоже занимался этим сортом в качестве скороспелки, предлагал сельхозтоваропроизводителям. Соответственно, сорт Бара и сорт СК Аврора, то есть это наше новейшее селекционное достижение. Причем вот сорт тоже Юг-30 выбран не зря, потому что в принципе в нашем скороспелом материале, ну процентов 80, в родословной это сорт есть. Но у него есть ряд технологических недостатков, ну и конечно первый из них это низкое содержание белка. То есть в некоторые годы, допустим в этом году он достигал 35% содержания белка. Соответственно, следующий шаг был как раз вот сорт Бара. То есть это тот сорт, с которым мы начали нашу работу именно в более северных регионах. Вот и соответственно здесь уже содержание белка было существенно выше. И он уже превосходил этот сорт по ряду параметров. Ну и соответственно совсем недавно мы зарегистрировали наш сорт, это СК Аврора. В прошлом году успешно он по содержанию протеина не уступает сорту Бара. Но и также превышает его по продуктивности. То есть здесь это тоже наглядно видно. Следующий слайд. Это тут представлены все регионы, где мы выращиваем наши сорта. Да, вот, то есть мы успешно работаем во всех регионах Саисения. Вот, соответственно, там где растет соя и там где даже она раньше не росла. То есть мы ведем эту успешную работу, ну в том числе, например, в республике Башкортостан. То, что мы успешно там внедряем как наши сорта, так и технологии. И в этом году были получены очень хорошие высокие результаты. Ну и также мы успешно осуществляем экспортные поставки как страны в СНГ, так и в более далекие страны. На следующем слайде представлен список всех сортов сои, которые были созданы компанией СОКО. Вот, они охватывают все группы спелости, которые здесь, которые возможно выращивать в России и за ее пределами. То есть это от трех нолей до второй группы спелости. Ну там вот, например, вот австрийцы уже придумали четвертую группу спелости четыре ноля. Ну это, почему там не сразу десять нолей, скажем. То есть это все-таки больше лукавство и маркетинговый ход. Группы спелости существуют для того, чтобы сельхозтоваропроизводители могли понимать, какие сорта допустимо сеять и их условия, примерно сроки созревания. То, что иногда сельхозтоваропроизводители несколько сбивают с толку, вот это, с толку вот это не, нет единой, как бы вот этой системы по группе спелости. Но у нас она именно выверенная. То есть она вот как раз есть в Китае памятник нулевой группе спелости. И вот, соответственно, вот наши как раз сорта, вот Alexa, Unica, Sparta, то есть они соответствуют именно этой нулевой группе спелости. То есть это мы проверяли, смотрели. Вот, следующий слайд, на что хотел обратить внимание, то, что специфика соевого рынка в России. Сой у нас в первую очередь является белковой культурой. Ну, хотя сейчас все больше внимания стали уделять такому показателю, ну, суммарному показателю суммы белка и масла, это профет. Но, тем не менее, цена на товарную сою, она очень чувствительна к содержанию белка в семенах. С другой стороны, соя, как биологическая система, она чувствительна к накоплению белка в семенах. Соответственно, при значительном содержании белка неизбежно происходит снижение урожайности. Ну, и вот, собственно говоря, наша задача найти эту золотую середину между производителями и переработчиками. Ну, и, соответственно, если это переводить в деньги, то при содержании белка 40-42% на АСВ получается максимальная выручка с гектара. То есть, это ключевой момент, потому что при дальнейшем увеличении содержания белка это приводит к значительному снижению урожайности, ну, и, соответственно, выручке с гектара. Ну, и, соответственно, давайте это разберем на конкретных примерах. Кстати, то, что вот здесь данные приведены за 22-й и за 23-й год, то, что вот на нашем новом телеграм-канале там будут опубликованы данные и по другим точкам, и в том числе как раз и за 24-й год, поэтому следите за публикациями, эта информация также будет представлена. Здесь идет речь Воронежская область, компания Продемикс. Альта у нас на первом месте по урожайности. Элана также входит в пятерку лучших. Ну, и, соответственно, Альта превысила на 3-4 центнера иностранные сорта, однако созрела на 3 недели раньше. Ну, и, соответственно, разница в протеине всего 1,5% от лучших сортов. И никаких проблем при уборке, никаких затрат на сушку и в некоторых случаях даже на десекацию. То есть это тоже важные моменты технологии возделывания, которые нужно учитывать. Так, и следующий слайд, это уже Курская область, Советский район, группа компаний «Русский дом». Мы передали на испытания всего два сорта. Это новые наши СК «Аврора» и СК «Алекса». По урожайности они заняли, соответственно, первое и второе место. Соответственно, и обеспечили урожайность почти 40 центнеров. Да, по содержанию белка они на 2-3% меньше, в отличие от самого высокобелкового. Однако, также созрели на 2-3 недели раньше. То есть это тоже имеет значение. Ну, и, соответственно, по сбору гектара они тоже обеспечили второе и третье место. То есть это тоже одно из ключевых моментов. То, что можно, да, сеять гораздо более поздние сорта, но существует высокий риск их невозревания. То есть хорошо, в этом году там условия сложились благоприятно, то есть там вот сентябрь был сухой, проблем никаких не было. Ну, а что будет в следующем году, ну, неизвестно. То есть мы не можем предугадать это, и то, что играть в эту так называемую «русскую рулетку» – это тоже чревато. Это вот два момента, на которые нужно обращать внимание. То есть это вот, да, действительно, есть сорта, которые имеют более высокий протеин, но цена за них будет слишком высока. То есть либо они будут очень позднеспелыми, ну, и, соответственно, либо это будет значительное снижение урожайности. То есть это необходимо все учитывать при выборе сорта. Ну, и, соответственно, как раз в заключение я бы хотел сказать именно про выбор сортов. У нас тут зимой этого года стоялось ВКС с одной из крупнейших компаний. Вот, и, соответственно, там нам было заявлено, что нам бы такой сорт, который вот обеспечил бы урожайность больше 35 центнеров, и с протеином больше 42, ну, и желательно, чтобы он созревал в августе. Вот. И при этом, ну, еще кислотность 4,5 почвы. Да, ну, и, соответственно, ну, конечно, селекционная наука, она продвинулась далеко за последние годы, но все-таки мы селекционеры, а не волшебники, поэтому, ну, тут нужно все-таки как-то расставлять приоритеты, так скажем. Вот, и это нужно учитывать в своей работе, то есть, что вам необходимо, то есть, это нужно, ну, в первую очередь для себя четко формулировать то, что нужно вам при выращивании. Ну, и, соответственно, как раз вот это здесь и отображено вот в стратегии выбора сорта. То есть, это, во-первых, регион выращивания, во-вторых, какая у вас влагобеспеченность. Ну, тут оно написано в фазу налила, то есть, конечно, это, как бы, такая, может быть, более узкоспециализированная, но, тем не менее, то есть, большей частью урожая закладывается именно, грубо говоря, там, в августе. То есть, сколько у вас дождичков в августе выпадет, столько и вот урожайность. То есть, там достаточно хорошая корреляционная связь между этими показателями. Вот, и, соответственно, от этого и вы, то есть, есть сорта более засухоустойчивых, есть менее засухоустойчивых. То есть, я сейчас подробно на этом останавливаться не буду. То есть, в принципе, это у нас, вы всегда можете к нам обратиться и задать эти вопросы. То есть, какой регион выращивания, какая у вас влагобеспеченность, ну, и, соответственно, подход агропредприятия. То ли вы хотите, там, в августе получить ранний урожай, его и быстро продать, и, там, допустим, подготовить почву под озимые колоссовые. То ли вы хотите, вот, как раз использовать тяжелую артиллерию с максимальным агрофоном, то есть, там, с борьбой, побороться с насекомыми, там, применить диссекацию. То есть, это, ну, все удорожающие факторы. Но, тем не менее, получить максимальный урожай, хороший протеин. Вот, ну, и, соответственно, это тоже один из подходов. То есть, в зависимости от того, ну, и, соответственно, разная их вариабельность. То есть, вот эти все организационные моменты нужно учитывать, вот, для того, чтобы принять единственное правильное решение по тому, какие сорта. Потому что, то есть, мы не можем предугадать, там, сколько дождей выпадет в августе, в следующем году. Вот, ну, тем не менее, вот эти риски диверсифицировать, это в наших силах. Вот, ну, собственно говоря, в завершении своего выступления, то есть, я так постарался кратенько-кратенько, ну, чтобы дать еще возможности больше времени для обсуждения. В конце хотел бы пожелать вам высоких урожаев. Вот, ну, и с оптимизмом я смотрю в будущем. В будущее соевого комплекса у нас все только начинается. Спасибо.